Итак, продолжаем. Первый игрок у нас теперь Триш. И Триш у нас возвращается с Платон. В первом ходу она не обязана убегать от монстров. Наверное, в фазе передышки я немного по-другому подкручиваюсь. Вот так вот. Так, а Лола у нас пойдет и возьмет все эти, то есть не 6, а возьмет 5 улик, а одна улика у нас даже не знаю, исчезнет. Наверное, исчезнет. И теперь давайте посмотрим, если Триш сможет закрыть. У нее 5 знания, у портала модификатор минус 1,4 кубика. Тратим одну улику. Закрывает. Так, одна улика. Платон Лен. Так, все шаготы у нас исчезают. Все шаготы у нас исчезают. Так, 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 так. Ну и мы получаем этот портал как трофей. Так, теперь очередь Лола. Так, черная пещера. Эх, жалко, что Тонгаром нахуй убежал, но удачи у нас нет. Так, что мы ничего не получаем. Так, и, конечно же, фаза мифа. Черная пещера. Великолепно. Так, куда Лолу засасывает? Лолу засасывает в Рлех. Да, везет Лоли с Рлехом. Так, Рлех у нас где-то тут. И сколько у нас мусора в городе? Четыре. Значит, еще один может появиться. У нас бесформенное отрудие. Передвигаются круги. Так, Мига взлетает в небо. Крыса-тварь двигается как обычный монстр. И он уходит у нас на улицу. Проверка скрытности и воли в Вархове проходит с пеней минус один. И еще две улики закусочной гипса. Так, и еще один жетон на трек пробуждения древнего. Так. И что же у нас еще происходит? Кость кинули. Монстров передвинули. Вову. Так, давайте-ка передвинем лучше вот эти карты. Вот так. Так, и она у нас отложена. Так. А вот на этом все.